Уважаемые сограждане, в настоящий момент с моим товарищем, с моим братом, другом, с активистом оппозиции Леонидом Развожаевым случилась беда. Уважаемые, жулики и воры арестовали его по совершенно надуманным обвинениям, пытаются обвинить, так же, как и меня, в организации мифических массовых беспорядков, но настолько им необходимо получить от Леонида признательные показания, выбить, по сути дела, эти показания, что они последние месяцы начали кампанию травли Леонида Развожаева, они делают с ним страшные вещи. Сначала его похитили на Украине, привезли, пытали в подвале, оформили ложную явку с повинной, когда он от нее отказался, они стали ему мстить. Без всяких законных оснований увезли его в Иркутск, этапом в Сибирь, в страшное СИЗО, где людей действительно уничтожает, прессует, якобы по событиям 15-летней давности. И сейчас, когда выяснилось, что это дело уже закрыто, его не хотят возвращать в Москву. Под какими-то надуманными предлогами его удерживают в Иркутске уже несколько недель. Он просит вернуть его в Москву, тюремщики отказываются это делать. И у нас есть серьезное опасение, что Леонида действительно могут довести до трагедии. Или убить, или довести его до самоубийства. Мы, к сожалению, уже получили в последнее время трагические случаи с Александром Далматовым, и мы не хотим еще новых жертв, новых смертей. Поэтому у меня огромная человеческая просьба и к москвичам, и к жителям Иркутска, где сейчас находится Леонид Развожаев, и к жителям других городов России. Все ближайшие дни оказывайте поддержку, моральную поддержку Леониду Развожаеву. Выходите на акции солидарности. Это могут быть митинги, одиночные пикеты, какие-то обращения в администрацию. Пишите письма во все инстанции. Сегодня любая поддержка важна, как никогда. Нам надо не просто защитить Леонида Развожаева, нам надо спасти его от той участи, которую, на мой взгляд, ему готовят власти. А эта участь печальна. Если мы сегодня не защитим Развожаева, если у нас вновь будут жертвы по болотному делу, значит мы просто несостоятельны, и грош нам цена. Я надеюсь, мы спасем Леонида, спасем других узников и все-таки добьемся справедливости. Сегодня нельзя оставлять его в беде. Прошу поддержать один за всех и все за одного, как мы это говорили на наших митингах.